всем привет я начинаю новый документальный цикл в гостях у тайны под заголовок первого выпуска заживо погребенные название это конечно же попсовое и я осознанно выбрал его ну потому что во-первых оно соответствует той теме которую я хочу сегодня осветить а во-вторых ну что греха таить для привлечения внимания и так начнем причем я буду касаться различных вещей и кроме прочего в этой передаче я заложу некоторые основы к тому что я хочу разбирать в следующих выпусках начну то я про погребенных заживо но постепенно скачусь на свою любимую тему про эльфов начнем же ну вот многие слышали о таком что гоголя похоронили живым давайте попробуем разобраться сначала так это было или нет разобраться в этом сейчас точно невозможно разобраться николая васильевича гоголя сочли мертвым я буду осторожным очень выражение сочли мертвым 8 часов утра 21 февраля 1852 года вскрытие не проводилось написали потом что он умер от простуды похоронили гоголя в москве на погосте данилова монастыря в 1931 году в связи с преобразованием помещения монастыря в приемник распределитель для беспризорников и несовершеннолетних правонарушителей кладбище решили уничтожить перенеся однако ряд важных могил среди них оказалась и могила гоголя и вот 31 мая 1931 года была произведена эксгумация тела во время которой присутствовали кроме прочего писатели всеволод иванов в луговской михаил светлов юрий алеша владимир лидин и историк барановская владимир лидин позже и делился увиденным причем свидетельства в разное время разнились но именно слова лидина и породили слух что гоголя похоронили живым и есть разные версии того что рассказывал лидин вот бывший его студент старший научный сотрудник государственного литературного музея юрий владимирович алёхин или олехин вспоминал у могилы он лидин встретился братьев по перу иванова луговского светлого олешу их также оповестили накануне не обошлось и без людей из богемы бог весь как прознавших о перенесении праха в большом числе явились комсомольцы из хамовников а директор новодевичьего кладбища куда должны были переносить прах он был выдвинут от комсомола и было несколько милиционеров священников и убеленных сединок профессоров что приличествовало бы событию лидин не увидел всего собралось 20-30 человек это продолжают цитировать алёхина гроб понесли не сразу вспоминал лидин он оказался почему-то не там где копали а несколько поодаль в стороне а когда его извлекли из-под земли с виду крепкий из дубовых досок и вскрыли то к сердечному трепету примешалось еще и недоумение в гробу лежал скелет с повернутым набок черепом в записке же самого лидина относительно этих событий говорится иное в июне 31 года мне позвонил по телефону один из сотрудников исторического музея завтра на кладбище данилова монастыря будет происходить вскрытие могилы гоголя сказал он он мне приезжайте я поехал был теплый летний день по привычке я захватил собой фотоаппарат снимки которые я сделал на кладбище оказались единственными одновременно с могилой гоголя вскрыли в этот день могилы хомякова и языкова прах их тоже подлежал перенесению кладбище данилова монастыря упразднялась на территории монастыря был организован приемник для несовершеннолетних правонарушителей могилу гоголя вскрывали почти целый день она оказалась на значительно большей глубине чем обычные захоронения страна начал ее раскапывать натолкнулись на кирпичный склеп необычайной прочности но замурованного отверстия в нем не обнаружили тогда стали раскапывать в поперечном направлении с таким расчетом чтобы раскопка приходилось на восток то есть именно головой к востоку по православному обряду должен был быть предан земле покойник и только к вечеру был обнаружен еще боковой предел склеп через который в основной склеп и был в свое время вдвинут гроб работа по вскрытию склепа затянулась и начинались уже сумерки когда могила была наконец вскрыта верхние доски гроба прогнили но боковые сохранившийся фольгой металлическими углами и ручками и частично уцелевшим голубовато лиловым плазументом были целы вот что представлял собой прах гоголя черепа в гробу не оказалось а студент он рассказывал что череп был повернут на бок черепа в гробу не оказалось и останки гоголя начинались с шейных позвонков весь остов скелета был заключен в хорошо сохранившийся сюртук табачного цвета под сюртуком уцелело даже белье с костяными пуговицами на ногах были башмаки тоже полностью сохранившиеся только дратва соединявшая подошву с верхом прогнила на носках и кожа несколько завернулась к верху обнажая кости стопы башмаки были на очень высоких каблуках приблизительно 45 сантиметров это дает безусловное основание предполагать что гоголь был невысокого роста рассуждение в сторону а не проще ли было измерить длину скелета мог же и высокий человек ходить на высоких каблуках все могло быть у гоголя было много причуд когда продолжают цитировать когда и при каких обстоятельствах исчез череп гоголя остается загадкой при начале вскрытия могилы на малой глубине значительно выше склепа замурованным гробом был обнаружен череп но археологи признали его принадлежавшим молодому человеку прах языкова и хомякова мне удалось сфотографировать останков гоголя я к сожалению снять не мог так как были уже сумерки а на следующее утро они были перевезены на кладбище новодевичьего монастыря где и преданы земле я позволил себе взять кусок сюртука гоголя который впоследствии искусный переплетчик в дело футляр первого издания мертвых душ и книга футляре с этой реликвии находится в моей библиотеке пишет лидин и далее лидин еще добавляет мне пришлось впоследствии слышать такую легенду в 1909 году когда при установке памятника гоголю на предчистинском бульваре москве производилась реставрация могилы гоголя бахрушин подговорил будто бы монахов данилова монастыря добыть для него череп гоголя и что действительно в бахрушинском театральном музее имеются три неизвестно кому принадлежащие черепы один из них по предположению череп щепкина известный актер другой гоголя а третьем ничего не известно если в действительности в музее такие черепа не знаю но легенду эту сопровождавшую исчезновение черепа гоголя я слышу лично к сожалению не помню от кого но давайте подумаем если вот при эксгумации было трудно так раскопать могилу гоголя она была видеть на более значительной глубине и вход не там где предполагали то неужели с этим бы делом справились монахи монахи бы но что но если бы они согласились они бы выкопали какой-то левый череп и отдали бы его кто бы там проверял давайте судить здраво так наконец есть третья версия слышно и от того же лидина профессорами доктором искусствоведения инессы люциановна вишневский она упоминает среди тех кто был на эксгумации также судмедэкспертов что правильно в принципе директора кладбища аракче его вот мы знаем фамилия теперь археолога алексея смирнова писателя катаева и участника гражданской войны александра малышкина это были все члены комиссии по перезахоронению останков гоголя и вот по словам лидина который эту историю рассказывал вишневской когда раскопали останки то гоголь лежал на боку но без черепа а внутренняя обшивка гроба была исцарапана присутствующие этот цвет культуры сразу позаимствовали кто предмет одежды гоголя кто даже ребро ну а в истории так и не осталось сколько-нибудь точного описания того как именно и в какой мере лежал гоголь в могиле разрозненные противоречивое описание еще ходит по сети фотография якобы с эксгумации мол архивы нквд раскололись вот там фотография тела гоголя после эксгумации но это не тело гоголя после эксгумации это современный снимок обгоревшего тела причем исходно цветной и желающие легко найдут его в интернете как бы ни было я верю в то что гоголя погребли живым и вот почему почитаем завещание николая васильевича опубликованная им прижизненно тянусь книжной полке покажу так вот такая вот книжечка это собрание сочинений гоголя 78 года москва художественная литература том 6 страница 184 выбранные места из переписки с друзьями 1847 года на странице 187 первым после предисловия идет завещание она была опубликована при жизни гоголя завещание находясь в полном присутствии памяти и здравого рассудка излагаю здесь мою последнюю волю первое завещаю тело моего не погребать до тех пор пока не покажутся явные признаки разложения упоминаю об этом потому что уже во время самой болезни находили на меня минуты жизненного онемения сердце и пульс переставали биться будучи в жизни своей свидетелем многих печальных событий от нашей неразумной торопливости во всех делах даже и в таком как погребение я возвещаю это здесь в самом начале моего завещания в надежде что может быть посмертный голос мой напомнит вообще об осмотрительности в 1966 году была издана книга итальянца карло гинсбурга бен анданти переведенной на английский 83 году под несколько иным названием ночные сражения и с под заголовком ведьмовство и сельскохозяйственные культы в шестнадцатом и семнадцатом столетиях в книге гинсбург зацепился за секту бен анданти действовавшую в шестнадцатом семнадцатых веках в таком районе италии как фариули где по словам карло смешались обычаи германцев итальянцев и славян фариули лежит на границе со славенией да и само название находящийся около фариули венеции говорит о многом ведь оно происходит от славян венетов известных даже как ванды и вандалы а вы знаете куда можно приплыть из венеции а в финикию где сейчас ливан сирия да израиль а название финикия имеет тот же корень что венеция только вместо fv вместо kc но это тема отдельного разговора вернемся в италию во фариули карло гинсбург в работе над своей книгой погрузился в изучение архивов инквизиции и открылось следующее инквизиция вышла на след странной секты бен анданти участники которые были разбросаны по разным городам и селениям связывало сектантов одно участие в разделяемых сновидениях во время которых они летали общались некими странными существами и воевали с ведьмами инквизиция вскрылась целую сеть бен анданти выбивая из них на допросах правду и наговоры поэтому трудно судить что из полученных сведений истины а что нет некоторые бен анданти знали других и наяву а кого-то только во сне во время этих разделяемых сновидений тела бен анданти лежали беспробудно их никак нельзя было расшевелить попутно карло гинсбург выяснил некоторые подробности относительно и судимых инквизиции ведьм например что эти ведьмы могли погружаться в столь глубокий сон гинсбург употребляя слово транс что ничего не ощущали даже воздействие огня вот почему скульптор николай рамазанов снимая с тела гоголя посмертную маску и наложив для этого на лицо гоголя горячий алебастер решил что николай васильевич мертв поскольку никак не отреагировал на это цитата из письма рамазанову нестору кукольнику 22 февраля 1852 года в минуту закипел самовар был разведен алебастер и лицо гоголя было им покрыто когда я ощупывал ладонью корку алебастера достаточно ли он разогрелся и окреп то невольно вспомнил завещание в письма к друзьям где гоголь говорит чтобы не придавали тело его земле пока не появится в теле все признаки разложения после снятия маски можно было вполне убедиться что опасения гоголя были напрасны он не оживет это не литургия но вечный непробудный сон рамазанов вообще-то прибыл к телу после обеда того же дня когда гоголя сочли мертвым хоть кто-то вспомнил завещание и вспомнив не придал этому значения как глупо было не попробовать дождаться как завещал человек явных признаков разложения но подождите вы но и гоголь был бы жив подождите но вернемся к ведьмам на допросах инквизиции они зачастую рассказывали что их знаменитые полеты на шабаши происходят во сне это совершенно перекликается с народными быличками в том числе конечно же славянскими о шабашах на лысых горах в каждой такой быличке наивный герой попадает на шабаш не забредя туда нарочно или сбившись с пути а по совершенно определенному алгоритму герой останавливается на ночлег у какой-то тетки конечно же не подозревая что она ведьма герой засыпает а потом вроде бы просыпается и видит например как тетка намазывает себе подмышками какой-то мазью и вылетает в трубу ну а герой следует ее примеру и попадает на лысую гору посещение шабаша тоже зачастую завершается по народным рассказам пробуждением следовательно можно сделать вывод что в первый раз герой не просыпается вовсе и его полет на шабаш происходил во сне к этой теме подобрался когда писал раздел про лысые горы своей книге ересь о киеве в киеве есть несколько лысых гор и мест в старину связываемых молвой с шабашами однако ни одно из них не находится в удалении от жилья но ведь не будут же шабаши проводиться у всех на виду такое было возможно разве что в языческие поганские времена перенос же шабашей на сновиденческую лысую гору решил это противоречие а вот мужской вариант ведьмы упырь или колдун упырей попсово считают аналогом вампиров то время как по народным представлениям упырь это колдун старший над ведьмами иначе говоря ведьмак кое-кто считал что мертвые упыри встают из могилы посещают людей даже пьют у них кровь вероятно упыри попросту впадали в транс их подобно гоголю принимали за мертвых и хоронили очнувшись наиболее сильные все же находили возможность выбраться из могилы но тогда их успокаивали уже навечно осиновым колом и отрезанием головы кстати если верно что могиле гоголя не было черепа это наводит на размышления так родился миф о живых мертвецах чудовищно искаженный голливудом голливудом который вместо уважения к покойникам прививает к ним глупые нездоровые отношения а давайте откроем теперь круг земной с норрис турлсона где собраны различные предания исландцев 13 века у скандинавов есть бог один все знают это бог смертный точнее обожествленный посмертно и вот что говорится о нем когда один был живым один мог менять свое обличье тогда его тело лежало как будто он спал или умер а в это время он был птицей или зверем рыбой или змеей и в одно мгновение переносился в далекие страны по своим делам или по делам других людей вот что такое оборотничество они когда нам в кино показывают как человек изумленно глядит на свои руки они прямо на глазах обрастают шерстью человек дико бездумно рычит еще раз повторю его тело лежало как будто он спал или умер умершим сочли и священника из шотландского городка оберфойла роберта кирка на его странной истории остановлюсь подробно насколько это позволяет источники а их немного эта книга преемника кирка патрика греха манова священника оберфойла и пересказ оттуда сделаны в толстенной публицистической работе письма о демонологии и ведьмовстве 1830 года вальтера скотта который вообще-то не вальтера волтер но уже раз привычно вальтер пусть будет так но мы будем черпать из первоисточника однако прежде чем обратиться к заключенным в нем сведениям о священнике кирке расскажу о самом герое более всего роберт кирк кроме своей загарочной смерти не смерти непонятно мы чуть позже обсудим известен как переводчик книги псалмов на гаэльский язык а также как сочинитель странного трактата под названием the secret commonwealth of elves fauns and fairies то есть тайное государство или содружество эльфов фаунов и фейри книга это было вроде бы опубликовано в 1691 году вроде бы потому что когда в 1815 году выходила переиздание то сделано оно было по рукописной копии найдены в адвокатской библиотеке при этом в рукописи было примечание переписчика который вероятно скопировал текст лишь частично и примечание было таково смотрите остальное в небольшой рукописи принадлежащие колину кирку то есть даже у сына роберта кирка не было печатного издания только рукопись она 1891 год когда книгу снова переиздали ее редактор известный писатель и собиратель фольклора эндрю лэнг обладал лишь единственной копией издания 1815 года книга священника кирка тайное государство или содружество эльфов фаунов и фейри это своды его знаний про расу фейри или эльфов вернее ну это не совсем раса именно ну группа существ скажем так которых кирк определяет как нечто среднее между людьми и ангелами написана книга тяжелым для современного восприятия давним английским языком кроме вопроса о фейри кирк касается также известного среди местного населения явление второго зрения секунд сайт способности видеть события будущего или происходящего сейчас на значительном расстоянии желающие могут ознакомиться с этой книги сами скачав ее из сети например с моей страничке фейри лор лайбрери о самом кирке известно очень мало преподобный роберт кирк изучал теологию в святом эндрюсе а ученую степень получил в эдинбурге роберт был младшим и седьмым сыном джеймса кларка священника из того же оберфойла сам роберт сначала служил священником в балквидере а в 1685 году был переведен оберфойл годом раньше кирк участвовавший в ирландском переводе библии напечатал книгу псалмов на гаэльском кирк был дважды жена сначала на изобел кэмпбелл из мочестера которая умерла в 1680 а затем был женат на маргаре дочери некоего кэмпбелла из форди от первой жены у кирка родился сын колин а от второй жены тоже сын тоже роберт который стал священником дорноча в 1692 году роберт кирк якобы умер и был погребен и вот тут начинается самое странное описанное преемником кирка священником патриком грехэмом издание под названием наброски описывающие живописные виды южных склонов петчера немного слов о самой книге чтобы сложить хотя бы поверхностное впечатление о местности и самом патрике грехэм его интересах это написанная в популярной форме краеведческая книга где грехэм рассказывают о разных местностях и достопримечательностях окрестностей где он служил священником приводит местные названия на гаэльском языке и проявлять хорошие знания местных верований например рассказывая о самой высокой горе в аберфойле горе под названием беневинау священник грехэм не обходит стороной пещеру юрискс в северной стороне горы дескать в пещере было укрытие сверхъестественных существ тут на странице путеводителя впервые прорываются те кого в разных местностях и странах именуют то эльфы то чуть белоглазые то карапакуру фейри хулдуфолк исландцы называют их хулдуфолк скрытый народ есть множество других названий грехэм кличет их как местные жители далоин ши и переводит это как люди мира либо далоин мата добрые люди далоин ши или сокращенно ши им отведено много места в последней четверти книги грехэма священник пишет что эти ши примерно те же существа которых англичане зовут фейри живут под землей в одежде предпочитают зеленый цвет на местах их ночных иглич в траве остаются круги над озером лохкон среди окрестных холмов грехэм указывают на место коэршиан или убежище людей мира которое считается их излюбленным местом жительства и есть поверье что в определенные дни если обойти один из этих холмов против часовой стрелки то откроется вход всей эльфийский холм отмечу что по довольно подробным народным рассказам есть сведения что в подобных случаях отъезжает в сторону часть холма грехэм много рассказывает о друидах о похищениях эльфами новорожденных о том что представители ши неведомыми посещают человеческие свадьбы похороны и подобные мероприятия и что день пятница это священный для эльфов день тут уместно вспомнить как среди славян в народе чтили святую пятницу которую в некоторых местностях называли прямо русалка пятница и вот патрик грехэм приводит следующее предание о своем предшественнике 14 мая 1692 года вечером священник роберт кирк сочинитель знаменитого сейчас в узких кругах трактата о тайном содружестве эльфов фауном и фейри отправляется в одной ночной сорочке на так называемый данши его сейчас называют дун хилл или холм фейри небольшой холм сейчас он зарос деревьями находился он поблизости на запад от дома священника на холме роберт кирк впал в состояние которые сочли смертью хотя как замечает вальтер скотт своей книге люди знающие могли бы определить в этом обморок вызванный сверхъестественным влиянием народа границы чьего владения кирк приступил вернемся к рассказу патрика грехэма потому что у вальтера скотта этот рассказ сокращен роберта кирка похоронили однако после этого он неким образом явился в той же ночной рубашке одному из своих родственников и отправил того к грехэму дачрейскому предку известного на начало 19 века генерала грехэма стирлинга и вот родич которому явился кирк тоже был родственником этому грехэму дачрейскому лорду грехэму дачрейскому кирк поручил родственнику следующее далее я цитирую слова покойника явившегося иди к моему двоюродному брату дачрею и скажи ему что я не мертв я упал в обморок и был перенесен в страну фейре где теперь и нахожусь скажи ему что когда он и мои друзья соберутся на крещение моего сына сочинитель поясняет скобках что покойный оставил жену беременной я появлюсь в помещении тогда если дачрей бросит над моей головой нож который он держит в руке я буду освобожден и вернусь к обществу людей конец цитаты а родич однако не спешил передавать это сообщение тогда кирк явился к нему повторно угрожая преследовать его днем и ночью если он не передаст сообщения родственник наконец выполнил обещанное и вот при церемонии крещения все усели за столом якобы покойный роберт кирк вошел в комнату через одну из дверей но лорд дачрей по какой-то причине не бросил нож как было условлено роберт кирк тогда вышел через другую дверь и больше его не видели несколько напоминает сюжет с гоголем человек просит нечто от чего зависит его жизни причем выполнение требования очень простое надо лишь не забыть выполнить но не выполняют вальтер скотт в книге своей объяснил что ну почему дачрей не бросил нож потому что мол ну все перепугались было не до этого роста в оцепенении были изумленным но патрик грехом не говорит об этом он просто сухо описывает событие и тут можно предположить что угодно что может быть у лорда была какая-то другая причина не бросать нож может быть ему не хотелось возвращать к жизни возвращать к людям священника роберта кирка захоронение кирка находится в восточном углу кладбища аберфойла однако как пишет эндрю лэнг предисловие к переизданию книги кирка 1893 года останков в могиле нет надгробие которое можно видеть сейчас сооружено в 1793 году через сто лет после смерти кирка она смотрит в сторону холма эльфов дунхилл на котором сейчас кроме прочих деревьев растет так называемая сосна священника министр спайн на которую на окрестные деревья вообще народ вешает разные ленточки и кладет рядом записки с пожеланиями чтобы их прочли фейри хотя в целом вера местных жителей фейри кажется поугасла в конце первого десятилетия 20 века американский исследователь фольклора у фейри эванс вэнс посетил аберфойл связи со случаем роберта кирка ставшим в определенных кругах известным благодаря книге вальтера скотт ну и вэнс стал общаться с местными жителями смотрительница кладбища джей макгрегор показала венцу могильный камень роберта кирка и сказала что под ним как гласит молва просто наполненный камнями гроб макгрегор сообщила также что кирка забрали в фейрик нолл и указала на низкий холм другой стороне долины по ее словам этот холм полон пещер и там скрываются эльфы осмотрев кладбище и захоронение вэнс познакомился с местным священником уильям тэйлором который жил в том же доме где некогда обитал роберт кирк и где кирк писал свой трактат об эльфах разговорились тэйлор поведал что современники и соотечественники кирка связали его исчезновение с его же книгой дескать вот не нужно было разбалтывать тайны фейри венц в церковных книгах пытался найти какие-нибудь записи о смерти кирка но ничего не нашел венц стал расспрашивать местных забрали ли эльфы только дух или душу кирка либо вместе с телом но по прошествии нескольких веков после смерти священника никто толком ничего не мог сказать некоторые говорили что тело вообще не было похоронено и тогда возникает вопрос а что же сделали с найденным в рубашкой кирком куда его подевали учительница старой школы оберфойла же считала что эльфы забрали только дух кирка словом это уже все человеческие суждения но возможно слухи о пустой могиле или могиле полной камней возникли после установки надгробия в 1793 году это предположение возникает вопрос зачем было его устанавливать и было ли вообще могила кирка до того времени самый полный свод сведений об этом мы знаем из книги священника грехом а в более известной книге вальтера скотта история роберта кирка сокращена я об этом уже говорил но похороны были были похоронили тело или гроб с камнями непонятно с книгой вальтера скотта был знакомый жюль верн посетивший оберфойл в 1877 году впрочем у скотта с оберфойлом связаны и художественная книга роман роб рой где тоже внимание уделено эльфам но немного но уделено а жюль верн написал об оберфойле целый роман лес индос ну а у меня французский конечно ужасно вышедший позже на английском к черные бриллианты в нем сюжет такого при возрождении угольной шахты открывается провал в чудовищных размеров пещеру с подземным озером и даже подземным городом на его берегу ныне насколько я знаю о пещерах в окрестностях оберфойла неизвестно по тамочным холмам и долинам ходит множество пеших туристов осведомленных о случае с робертом кирком и местность как видим уже пол тысячелетия является своеобразным шотландским перевалом дятлова приобретя странную популярность после трагического события всем пока до новых встреч в новых выпусках в гостях у тайны